здравствуйте друзья мы снова здесь и снова специально для вас делаем интересные надеюсь материалы с чемпионата хотел сказать мира по компьютерному спорту но нет россии удивлен дэн фризер здравствуйте представьтесь пожалуйста здравствуй михаил меня зовут даниил абалихин дан фризер владелец 3d клан звучит конечно классно владелец то есть ты владеешь прям это ты вернулся недавно насколько я понимаю ну конец семнадцатого года на но что-то такое масштабное начали делать последние года полтора два а почему ушел и насколько ушел куда ушел деньги закончились как бы все разбежались вот на самом деле спусковым крючком было то что я пережал и так получилось что то я просто вот в ноль ушел по средствам у меня не было стало полгода у меня кровати не было полгода была хорошая квартира который надо было вставлять потихоньку ну и понимаешь когда у тебя нету собственно ничего этого то манжерить команду особо не чем ком был комп он был но просто ставить его негде было понимаешь вот да и собственно к тому моменту остался один ноунейм в 3d игрок на очень хороший очень талантливый я никита привет если ты это вдруг смотришь вот но как бы обстоятельства привели к тому что он закрыл команду вот поработал в организации мероприятия на финансовом рынке получается ну почти четыре года на начала чуть 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 перед закрытием сначала наверняка сильно перед закрытием команды начал внештатником штат ушел под прям за полгода до закрытия ну и собственно связи с переездом закрыл проводу четыре года потом так получилось что ну скажем так вкладывал всю душу как и в 3d в свое время в новую работу это конечно давало какие-то материальные блага но я из тех людей которые вот считают что вот если у тебя то есть что нужно прямо делать хорошо когда не получается делать хорошо то на душе кошки скребут и связи с некоторыми перипетиями скажем так новое руководство сказал что делать хорошо не нужно я сказал что ребят ну так это не работает я пошел до свидания ушел это был май 17 года за лето я отдохнул тусовался подумал что хочу делать хочу делать киберспорт вернул в жизни 3d клан благодаря собственно менеджеру волну который ушел очень быстро из проекта как это очень часто бывает и игрокам без которых этого было невозможно это би кагуар лайтвейт на тот момент ваня вот ребята сделали костяк команды вот ну и собственно как-то пошло-поехало мы очень классно отыграли сезоны командных лиг которые на самом деле никому не интересно кроме самих команд но блин это так воодушевило что я понял что я хочу заниматься серьезно хорошо если мы берем историю до до вот этого твоего ухода в клан 3d и вот новый перезапуск какие какие выводы ты сделал чтобы не ну чтобы не пришло к тому к чему пришло какие у вас планы чем вы собираетесь заниматься чем вы уже занимаетесь вот такой комплексный вопрос относительно твоего так скажем лава лапа после возвращения что тогда не получилось значит я не получилось не потому что какие были ошибки допущены не получилось потому что у меня не было квалификации вообще в принципе чтобы вытянуть организацию в первый раз вот там как раз там где я поработал я получил эти квалификации то есть управленческие какие-то навыки какие-то навыки в плане там ценообразование работы поиска там чего-то и так далее и тем не менее при том что я казалось бы там ну был уверен в том что можно там создать проект его сделать успешным понадобилось два с половиной года чтобы в старкрафте сделать какую-то команду ну и там какие-то ну там и не только команду да и какие-то деньги начать зарабатывать два с половиной года блин два с половиной года мы зажигали деньги вопрос том что просто это колоссальное время которое было вложено и очень долго не получалось кстати забавный момент я уже искал работу в 2019 году уже думал все закрываю и в долгах был в общем поехал кататься весенним днем упал с велосипеда поломал ногу пополам весна тепло это 19 год помощь там еще была очень теплая весна я сижу дома со сломанной ногой с ума схожу а я огромный большой фанат велоспорт ну не велоспорт но кататься на велосипеде обожаю летом я просто сижу дома схожу с ума и чтобы не сойти с ума я начал вот прям упорно 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 там развивать новое направление студия позже ивента и как бы вот за счет этих новых направлений как-то что-то начало получаться а так бы вот не сломал бы ногу здесь уже не сидел наверно ну к сожалению учитывая то что я заперт в да нет не к сожалению к счастью что я заперт в экосистеме гг я довольно мало знаю о том что происходит вне сайта поэтому расскажи про активности ну и почему их нет на гг ну или если есть то где-то они там еще они есть на гг мы все что можно стримить на гг мы стримим на гг правда промо не хватает может вас там подвесить куда-нибудь вот я тебе хотел пару идей подкинуть как можно было я пытался здесь промо даже там ну понимаешь да то есть какое-то делать но вот она у нас не выстреливала я очень хотел бы на гг я собственно гудгейм это первый турнир который я пришел он был фо гейме пород альерта games fest кстати джо организовал на все еще в маршрумах кажется работает глав главным там владелец да некоторое время с ним общались тоже он очень мне помог подсказал мысли правильная так вот и я помню что репортаж был на гудгейме и все горели все надо идти на гудгейм вот это главный сайт потом уже вспомнили про про то что там про play какой то есть но вот гудгейм все было главный сайт великолепный дизайн который мне до сих пор очень сильно нравится белый сайт этот самый белом сайте блин вот там же было миллиард вот этих вот маленьких блоков которые как это так мило вот но на гудгейме вот просто ну там привыкли смотреть старую школу 3d в принципе как организации очень старая школа но как как бы лица которые в эфире ну да гладь давно был но как бы медийным стал он недавно это наш главный комментатор до кубе тоже давно но вот на гудгейме ну то есть мы пытаемся что-то надеюсь скажем так на гг появятся какие-нибудь новые фишки которые позволят ознакомиться аудитории с этим готов подсказать если что это нужно вот и я надеюсь что можно ну то есть что мы будем на главную выходить почаще вот сейчас пока к сожалению нет я принципиально не подписываю партнерку твича потому что я хочу присутствовать на всех площадках вот и собственно меня долгое время вот напрягало что вот гейм у нас провисает но сейчас просто из-за как бы турниров дримхака у нас сейчас ну понимаешь да ну немножко приоритет но тем не менее мы хотим мы хотим чтобы мы были хорошо представлено всех площадках я буду на гудгейме работу проводить классно главное чтобы аудитория гудгейма хотела нас видеть мы попробуем что-то сделать возможно завтра на обратном интервью как-то до реверсивно дождь придумаем а может мысли появятся какие-то хорошо турниры вы проводите турниры да вот гейме кстати да оба кстати мы же можем призовой фон через киберспортивный фон пополнять x2 делать смотри какая история значит в 2019 году как раз нога начала зарастать мы с глайдом я тогда не знаю видел или нет было фотка где я с костылями стою там что-то вот так вот держу пальцы вверх и при фотошопленная надпись дэн фризер заявляет общественности что 3d крепко стоит на ногах вот суть в том что мы начали проводить ланы в сентябре 19 года и мы провели шесть по моему ланов москва-питер вот я очень хотел бы по всей россии делать но вот коронавирус случился запекать наверно надо будет слово да а youtube снимает продвижение знаешь по моему вот у меня у нас в студии ходит такой слух вот да ну короче неважно в общем мы с за 19 год я посчитал мы где-то 60 процентов ланов которые по старкрофта вас не проводились мы организовали я считаю что это нормально учитывая другу был год в цг в цс но конечно по призовым по призовым там процентов 5 наверно но сама мы старались все получалось те турниры которые мы не были привязаны к площадке мы проводили на гудгейме это там по-моему 3 было лана вот но были как бы другие площадки которые тут промо делали ну соответственно там были привязаны к ним вот в 2020 году ситуация изменилась хотя мы провели последний лан в питере который бас это выиграл молодец серёга вот значит случился коронавирус и собственно ну все пришло в онлайн формат ну и мы сместились формат вот таких еженедельников 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 которые опять-таки привязаны к другой площадке вот гудгеймом я я не работаю скажем так наверное эксклюзивно на ту площадку хотя ну она мне дорога сердце потому что много трудов вложили но на гудгейме я бы тоже хотел периодически проводить например какие-то формат которые не попадают туда у нас турнирный модуль позволяет проводить вообще все что угодно ты же знаешь ну ладно не будет для ланов есть там некоторые штуки тоже могу сказать что там нужно докрутить например посменный заход знаешь когда там 20 компьютеров а у тебя 40 игроков вот для этого с чек-ином понимаешь по сменам вот это вот нужно но это так мелочи вот в общем собственно я думаю что он возвращается и почему бы некоторым из этих ланов не быть как бы почему бы нет да согласен учитывая то что паша стоит над душой скорее всего нам надо идти комментировать внезапно starcraft давай напоследок расскажи в двух словах о планах на ближайший ну скажем так год ну и соответственно мне будет интересно с точки зрения как мы можем помочь со своей стороны я просто подумаю не обязательно что сейчас я среагирую как-то но мне любопытно что вы планируете делать ну я губы не буду раскатывать если не 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 ну зачем смотри если коротко планы продолжать много дел турниров я считаю что вот московский киберспорт который мы делаем там про лига по стархавсту кстати она стремится на good game она там на турнире не good game на стримится поме даем аккредитацию на стриме московский киберспорт на good game про лига она дает огромную базу для того что это вот постоянные турниры и игроки понимают что вот у них сейчас есть это сейчас есть то сейчас есть это я надеюсь что мы выйдем на уровень когда мы сможем московский киберспорт делать на год вперед на 2 года вперед со временем возможно в ближайшее время не знаю это первый момент второй момент по команде я планирую но все-таки с московским киберспортом был актив смещен на построение турнирной инфраструктуры сейчас мы будем заниматься командой 3d именно игроками поддержки игроков и так далее но это вот как конкретно наши внутренние безусловно мы там будем решать своими ресурсами комментирование студия комментирования я надеюсь что когда-нибудь мы сделаем студию 3d они виртуальные а физические но как бы это на это нужно решиться это там это очень большие деньги я думаю ты считал сам наверняка я смотрел твое интервью понимаешь что ты все это считал и понимаешь какие-то затраты вот но это такие планы я думаю что там будут мелкие такие проектики но скажем так у меня много мыслей и лучше вот когда что-то появится вот тогда и анонсировать пока просто обо всем смысла нет говорить то что скорее всего не успею сделать понял но в желать тебе сил энергии потому что киберспортивная команда клан не иметь и рассказывать сколько этого съедает времени ресурсов и чтобы в результате те цели которые ты перед собой ставишь они все-таки были достигнуты удачи напоследок привет и пожелание и так далее привет губе миром потому что те кто продолжает сидеть на гудгейме это прям вот ядро это прям мощь это прям олдскул если не у скулы на геме будем надеяться что их будет много вот но также будем надеяться что все кто вот были зарегистрированы гудгейме ближайшие месяцы год будут иметь возможность инфоповоды какие-то возвращаться в общем гудгейму я желаю удачи спасибо тащите спасибо пойдем коментить starcraft